Вы говорите, что без Радики Кришна подобен безличному Брахману. А в Джава-дарме, Джава-дарме говорится, что на самом деле Кришна не безличный Брахман, он Пуруша, то есть у него есть желание. Поэтому этот предный говорит, что он спросил вас об этом, и вы сказали, нужно это уладить. Поэтому я бы хотел знать, как это уладили, эти противоречия, кажущиеся противоречия. Я сказал, что без Радики Кришна это не Рвишеша Брахман. Но в Джава-дарме что сказано? Там сказано, что Кришна не Рвишеша Брахман, но так как он Пуруша, у него есть желание. То желание, которое приходит к Кришне, это также энергия, шакти, ичча-шакти, поэтому Радика присутствует. Без Радики нет самого существования Кришны. Нервишеша Брахман. Иногда Мадамараш говорит в Мурта-рубе, иногда в Амурта-рубе, то есть в проявленном, не в проявленном виде. Ичча-шакти, то есть Радика это шакти. Вот, например, Кришна ходит. Казалось бы, что Он сам ходит, но Его энергия ходьбы это Радика. Кришна улыбается, говорит, видит, это все Радика, без нее как Он может это делать? Его сварупа-шакти, это Радика. Без сварупа-шакти, без Радика, без Радики Он не может существовать. Его само существование невозможно без Радики. Русские даршан. Они сразу дадут Вам Сиддадеху, и они Вам скажут, вот Ваша Сиддадеха, и вот Ваш образ, вот Ваше имя, вот Ваша красота, вот все Ваше. Экадаши Бхава тут же дадут Вам. Но, в нашей Гуру Парампоре, Рупа Госвами, Джива Госвами, Каверадж Госвами, Сиддабахтивинок Такур сказали, очень ясно. В Баджан-Арахасе очень ясно сказано, и также я сказал, что русские преданные очень сентиментально. Они не хотят взбираться на дерево по ветвям, начиная с корней. Они сразу хотят прыгнуть и схватить плод на верхушке. Они не хотят совершать никаких усилий, никакой практики. Сразу же Сиддадеху им подавай, Каштакали лилу им подавай. Но Бхавдивинок Такур говорит, попытайтесь совершать Баджан под руководством опытного преданного. Сперва попытайтесь справиться со всеми своими анардхами. И тогда ништа придет. А после ништи придет ручей. При дальнейшей... То есть продолжайте действовать таким образом. И когда все анардхи уйдут, тогда Сиддадеха придет сама собой. Гуру даст только... То есть он будет наставлять вас. Но естественным образом, под руководством гуру Сиддарупа придет. И в конце концов мы будем постоянно размышлять о Сиддашариле, о своем духовном теле. Если кто-то без никакой практики говорит, что... Я хочу получить Акады Шибаву. Я не знаю, есть там тут этот русский предный или нет. Он пришел ко мне, я не вижу, и сказал... О, Гуру Дэф, дайте мне, пожалуйста, Акады Шибаву. А я спросил его. А у тебя есть какая-нибудь привязанность к телу? Да, есть. А иногда возникает у тебя какая-то привязанность к женщине в сердце? Да, бывает. Ты повторяешь Святое Имя постоянно, 24 часа в сутки? Нет, никогда. Тогда Акады Шибаву не придет. То есть, если искусственно принять все это, спустя какое-то время оставите всю практику, женитесь на вдове, и ваша жизнь будет разрушена. Я знал столько разных преданных со времен моего Гуру Дэва. Множество учеников бактивиданта Свами Махараджа, русские преданные также. Они оставили Свами Махараджа и отправились на Радакунду, и приняли Сидапранали, и стали практиковать. И спустя 6 месяцев двое из них полностью оставили всю практику. Взяли женщин, вдов, и отправились в ад. Также в наши дни я встречался с Найан Абирамом и с другими, и я сказал, вы неправильно поступаете. Это нехорошо. Если хотите себе всего благоприятного, то практикуйте бхакти-йогу. И естественным образом сердце ваше очистится, и все благоприятное придет. И тогда ваш Гуру Дэв, он будет наставлять вас. Прямо проезжим пробую говорить Гуру Дэву, что четверо русских преданок получили Сидапранали, а вот Аната Даса Бабача, он дал им совершенно одинаковые Сидапранали. Сидапранали, они не знают, что это такое. Бхакти-йогонат Токур сказал очень ясно. После этого придет Сидапранали. И Бхакти-йогонат Токур, Рупа Госвами никогда не давали неквалифицированным людям Сидапранали. Когда станешь достойным, когда оставишь все привязанности, все прочее, вот тогда Сидапранали придет. Но вы должны слушать. Вы должны слушать от подлинного Гуру Шастра Тетва Гиарасика. В процессе слушания раскроются все видоседанты, все остальное, вся лила, все остальное придет. Не нужно ничего делать обособленно. Мы здесь рассказываем Харикатху. И все виды Таттва, Гуру Таттва, Кришна Таттва, Джива Таттва, Майя Таттва, Раса Таттва. Все мы разбираем, и мы все слушаем. В процессе слушания все раскроется, и в сердце придут развлечения Кришны. Они дадут Сидапранали, но если я спрошу их, что такое Сидапранали, они не могут объяснить, что такое Сидапранали. Поэтому будьте осторожны, очень осторожны. Не пытайтесь следовать им. Я думаю, что если вы будете под моим руководством, тогда очень легко вы сможете достичь совершенства. Но если будете следовать им, не сможете ничего достичь. Знаете, в Джайвадгарме Бхакти Винод Таттва написал, что было два ученика. Одного звали Враджаната, второго Виджай Кумар. Он рассказал им все виды Сиданты, и в конце уже он им сказал, ты Сакха, а ты Саки, в самом конце. Поэтому пытайтесь следовать по стопам, по их стопам. И пытайтесь сразу же хватать плод с верхушки дерева. Пытайтесь забираться на верхушку постепенно по ветвям.